Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа событий недели. Рамазан Пахатович доложил о том, как в районе ведется профилактическая работа с людьми на тему вакцинации. Акцент делается на многочисленных примерах, когда прививка помогла людям перенести заболевания в легкой форме. В ходе встречи было принято решение, что эта работа будет в районе еще более активизирована. Глава региона отметил, что еще одним важным способом снизить скорость распространения инфекции является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, ограничений, введенных в республике с 27 октября. Рашид Тимрезов поручил увеличить количество рейдовых мероприятий, профилактических бесед. Контрольные мероприятия будут проводиться в организациях торговли, на транспорте, в других местах массового пребывания людей. 2 ноября исполнилось 78 лет со дня насильственной депортации карачаевского народа. Из-за ограничений в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией массовых мероприятий в День памяти и скорби не проводилось. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов в ходе рабочего визита в Малакарачаевский район возложил венки памятнику матери Горянки в Учкекене. Ахмад Халкевич подробнее. Мемориальный комплекс в Учкекене прежде всего посвящен подвигу женщин-матерей, на хрупкие плечи которых непосильной ношей легли все тяготы периода изгнания. Из-за мер, предпринятых по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Траурном собрании приняли участие лишь ограниченная группа официальных лиц и живых свидетелей тех страшных лет. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, возложив венки основанию монумента, молчанием почтил память безвинных жертв преступного акта сталинского режима. Затем муфти республики Исмаил Хажжибердиев совершил коллективный обряд Дуа. Это нужно для подрастающего поколения, чтобы они знали, что были и такие дни, чтобы Аллаху Таалану больше нам не показал таких дней. То, что видели наши родители, дедушки, бабушки. Очень страшное было время. Именно 2 ноября 1943 года сталинский режим силами НКВД осуществил свой преступный и поражающий бесчеловечностью замысел. Впервые в истории в измене родине была обвинена не какая-то определенная группа предателей, а целый народ. Следовательно, и казнить публично решили всех, сослав в бессрочное изгнание в степи Средней Азии и Казахстана. В немилости тогдашней власти оказались беззащитные женщины, немощные старики и даже малолетние дети. Это для нас был самым страшным днем. Днем, таким днем, я хорошо помню, когда нас загнали в вагоны в Кисловодске. Я говорю, у меня было 6 лет полностью. За один год ни одного не стало стариков. Все погибли от голода, только от болезни и голода. Мертвых выбрасывали на ходу. Я помню, две девочки, мать умерла. Они говорят, пожалуйста, дайте нам хотя бы 10 минут, мы закопаем мат. Такое дело. Они взяли, расстреляли этих двух девочек около матери. Так и оставили. Мы уехали. А в это время все боеспособное население Карачаев на фронтах Великой Отечественной войны билось насмерть с фашистской нечистью, спасая не только нашу родину, но и весь мир от нацистской идеологии. В репрессиях исключительно по национальному признаку карачаевский народ потерял свыше 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи были дети. Ахмад Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия. И в Карачаевске почтили память безвинно умерших в годы депортации. Председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов и сенатор от республики возложили в Венки к мемориалу жертв депортации карачаевского народа. В тяжелых жизненных условиях в Средней Азии карачаевский народ смог выжить и сохранить свою богатую и самобытную культуру. На памятном мероприятии побывал Альхан Лепшоков. Прошло 78 лет, но память о той дате навсегда останется в судьбе карачаевцев. Перед возложением в Венков к мемориалу жертвам депортации карачаевского народа имам Хатыб соборной мечети Карачаевска Ахмад Хаджи Урусов совершил обряд дуа по погибшим в Средней Азии. После чего собравшись, а их по понятным причинам, как было и годы, было не так много, возложили в Венки к мемориалу. Мы должны помнить, в каких условиях народ выжил и сумел сохранить свою богатую и национальную культуру, отмечали общественники карачаевского народа. Да не забывается это. Это история. А кто историю не помнит, у того нет будущего. Мы именно хотим, чтобы у нас будущее было хорошее, безопрочное. Поэтому мы вспоминаем 2 ноября. Особенно подрастающее поколение. Это если 80-летние, 90-летние, они это не забудут о смерти, то то поколение, которое родилось уже здесь и знает только понаслышке, если им это не повторять, не улучшать, не учить их, они забудут. «Я был маленьким ребенком, когда наш народ поместили в товарные вагоны и отправили в неизвестный нам до этого места Средней Азии», вспоминает заслуженный художник карачаева Черкесии Магомед Бастанов. «Только труд и та непоколебимая сила духа позволила нам вернуться на родину», отмечает Магомед Сусранович. «Я смутно помню выселение, хотя я был очень маленький, там 2 или 3 года, но зато хорошо помню, как там нас встречали. Местным населением, казахам, киргизам, узбекам, внушили, что мы действительно бандиты, головорезы. Вот простой народ так и воспринял нас, поэтому от нас прятали все, и зерно все от нас прятали». Память бессмертна о тех, чьи сердца бились, веря в возвращение домой, но так и остались на чужбине. Алихан Ипшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Горькая дата в истории карачаевского народа не прошла мимо и супругов Тохтара и Фаризат Байрамуковых, которые познали всю горечь депортации в совсем маленьком возрасте. Выросли, выстояли, создали большую крепкую семью и до сих пор не могут сдержать слез, вспоминая те страшные годы. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Ровно 78 лет назад, ранним холодным утром 2 ноября, всех карачаевцев, без исключения мужчин и женщин, детей и стариков, начали собирать под угрозой расстрела. «В руках ментовки, а третье, 100 лет времени, ну они сразу нам говорят, вставайте, отдавайте». «Бабушка пришел, в руку держал меня, а там корова мочит. Мама сказала, пойду корову связано, а спешу, чтоб не мчался». Трудно представить, что чувствовали, что проживали в те суровые дни испуганные люди. На сборы давалось совсем мало времени и брать с собой только необходимое, причем в минимальном количестве. Мама Тохтара Байрамукова взяла с собой швейную машинку, которая стала потом кормилицей семьи в ссылке. По 17 дней следовал поезд в пути. Люди находились в необорудованных вагонах. От голода, холода и болезней умерло более 500 человек. Многих выбрасывали прямо на ходу в реке. Жители Казахстана напугали, что везут предателей и людоедов. В первое время казахи были в недоумении, но потом все все поняли. «Умирают дети, болеют. Вот, например, соседка моя. Полная семья умерла. От голода? От голода». Сосед Тохтар поделил свой огород и разрешил посадить кукурузу. Собрали тогда богатый урожай. Тохтар освоил несколько профессий. Потом это пригодилось и на родной земле. А маленькой Фаризат было всего пять лет, когда она потеряла свою маму. «У меня бабушка и дедушка забрали. Я у них жила. Бабушка тоже семь лет жила со мной. Сказала мне, ухаживай за курицами. Я в азар пойду. С ведром я еще понесла в азар. И я оттуда пришел на дорогу. Не дошел до нам. И умер». Отучившись два класса, Фаризат работала. Люди пахали на хлопковых плантациях, пололи свеклу, работали, не покладая рук, от рассвета до заката. Каждый день народ ждал весточки, что можно вернуться на родину. Никто и подумать не мог, что ссылка продлится длиной в долгие 14 лет. Нет семьи, кто не потерял своих близких и родных в той ссылке. После возвращения на родину люди должны были выкупать свои же земли и дома. Ссылка разделила жизнь карачаевцев на «до» и «после». Прожили Тохтар и Фаризат очень трудную жизнь. Живут сейчас в окружении любви и заботы четверых детей и девяти внуков, которые знают о депортации немало. Как мы это можем забыть? Это наша история. Я, наоборот, против того, чтобы забыли. Я хочу, чтобы свою историю люди знали, передавали своим детям. Это боль, это боль моей нации, это боль моего народа. Как можно про это забыть? Я вообще не понимаю. Альбина Курочинова-Кенжева, Ольга Савенко, Лебек Ишеров. Вести. Карачаева. Черкесия. Далее реклама, а после продолжим. Далее реклама, а после продолжим. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить. Например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости, или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Он внес огромный вклад в воссоздание истории карачаевского народа. На 1976 году ушел из жизни известный историк, писатель, профессор Пятигорского государственного университета Владимир Захаров. Последние годы своей жизни Владимир Александрович прожил в Карачаевске, где принимал активное участие в научной и общественной жизни города. В последний путь проводить историка пришли его близкие, друзья и коллеги. О жизни историка и исследователя расскажет наш корреспондент Алихан Левшоков. Он был удивительным человеком, который всю свою жизнь отдал служению исторической науке. Владимир Захаров является автором более тысячи научных статей и 30 книг. Одним из последних трудов Владимира Александровича является книга «История Алан. Вчера и сегодня». В течение трех лет он собирал большой материал для исторического издания. Невозможно переоцелить его вклад в воссоздание истории карачаевского народа. В своих трудах Владимир Захаров доказал, что карачаевцы Балкарцы являются потомками Аланов. Очень интересное доказательство. Это доказательство, против которого не выступишь. Знаете, это появилось, ну она недавно появилась, сравнительно, такая наука, ДНК-генеалогия. И когда у вас, у других людей возьмут образцы ДНК, да, вот, это безболезненные пробы, вот, потом проверяют их и устанавливают ваш генетический код. Это набор цифр, с которых, как бы, простому человеку ни о чем не говорят, да, вот. Но специалисты знают, отсюда можно уставить, кто были предки. Проститься с Владимиром Захаровым пришли его друзья и коллеги. Ректор Качугу имени Умара Альева Талсултан Узденов отметил, что Владимир Александрович был одним из тех немногих ученых, который предлагал все свои силы для изучения развития исторической науки. Был ярким представителем научной интеллигенции Карачаевска. Был очень добрый, отзывчивый, глубоко интеллигентный, выдающийся ученый Лермонтовед. Много оставил хорошего, доброго для молодежи, для тех, кто интересуется наукой. Он своим жизненным путем показал хороший, насыщенный, добрый пример всем нам. Сын Владимира Захарова Денис поблагодарил всех и подчеркнул, что память об историке-мыслителе навсегда останется в истории Карачаевска. Я вас очень благодарю, низкий вам поклон, спасибо за эту благодатную землю. Я знаю, что он хотел сделать здесь музей Лермонтова, не успел, но я думаю, что что-нибудь все равно здесь останется его. Его частичка здесь все равно есть. Мечтой Владимира Захарова было создание музея имени известного русского поэта Михаила Лермонтова, которую он так и не осуществил. Его историческое наследие навсегда останется в памяти жителей республики. Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. На этой неделе на 86-м году ушла из жизни Дина Муратовна Гагиева, наша коллега-диктор республиканского радио, о ее жизненном и творческом пути Альбина Ламкова. Классический национальный институт высокопрофессиональных дикторов невозможно было представить и без Дины Гагиевой. Ее голос звучал на волнах нашего региона 42 года. В ее трудовой книжке была всего лишь одна запись о приеме на работу в 1960 году. Каждую передачу Дина Муратовна пропускала через свою душу. Особо это касалось передачи о фронтовых письмах и теме, посвященной войне в Афганистане. Она приехала, написала передачу. Елена плачет, и я плачу. И я плачу, и Елена плачет. Короче говоря, все передачи мимо моего сердца. Ни одна передача не прошла. Дина Гагиева была первым профессиональным диктором на абадинском языке. На русском языке тоже вела передачи. Пробовала себя и в роли журналиста. Были авторские работы. В каждый дом она заходила как самый важный, долгожданный и дорогой гость. С ее уст люди узнавали новости региона. Голос был глубоким и красивым. При всей официозности звучания на радио Дину Муратовну всегда отличало чувство слова. Легендарный Юрий Левитан и другие дикторы Всесоюзного радио были ее учителями. Она среди той уникальной плеяды дикторов областного радио. Это все Дина, Люба, Люца, Александрова. Это вообще была умница, женщина в возрасте. Дина Гагиева, Хасин Братовна, черкесском языке недавно потеряли веру Топчеву. Это были высокопрофессиональные, простые, общительные, но талантливые. Прежде всего там и голос нужно иметь. И Дина просто была умницей. Ведущий программы радио на абадинском языке Хаджисмеля Джибекова, говоря о Дине Муратовне, сказал, что в первую очередь она была профессионалом. Среди коллег пользовалась большим авторитетом. На протяжении долгих десятилетий её голос ассоциировался с самыми важными моментами в жизни, отметил он. Народ так любил Дину Муратовну Гагиеву, что новорожденному мальчику в Красном Востоке дали имя Гаги Дина. Имя это говорит о многом. То есть у неё официально хоть и не было каких-либо там наград, допустим, официальных, каких-либо официальных званий, но народ присвоил ей звание народного диктора. К своим коллегам Дина Муратовна относилась с большим уважением. Особое внимание уделяла молодым журналистам. Пройдя хорошую школу от своих наставников, она передавала свой опыт и навыки молодым дикторам и радиоведущим. Я с ней не работал, но мне посчастливилось её застать. Мы очень часто были у неё в гостях, потому что когда готовили материалы о ветеранах журналистики, радиожурналистики Карачаева-Черкесии, мы обращались и к ней. Дисциплина в работе диктора на радио была жёсткой. К эфиру относились бережно, дорожили каждой минутой, вычищали тексты, которые были не только грамотными, но и максимально насыщенными информацией. Чтобы мы не пришли за полчаса до передачи, этого никогда не было. Это уже считалось, что ты прогулял, как бы ты опоздал. Например, для моего народа я была как светлая кошка. Почему? Потому что у них другого ничего не было. Только они ждали, когда начнутся передачи, наши концерты. В Хабезе открыли памятник участнику Великой Отечественной войны гвардии сержанту Шахамбию Ильясовичу Микитову. Он прошёл дорогами войны от Москвы до самого Берлина вместе со своим боевым конём. На торжественной церемонии открытия памятника побывала Фатима Даурова. В самом центре Хабеза, в парке, куда обычно люди приходят отдыхать с семьями, со своими детьми, располагается аллея героев, уроженцев аула. Сегодня в одном ряду с ними возвышается бюст ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов славы третьей и второй степеней Шахамбия Ильясовича Микитова. Сегодняшнее мероприятие – это благодарность ветерану за мужество, подвиг, героизм, проявленный в те далёкие года. Низкий поклон за ратный и мирный труд, за житейскую мудрость и активную гражданскую позицию. Самое святое, что нас объединяет – это память. Чтить память, наш священный дух, передать эту память последующим поколениям – наша основная задача. На фронт Шахамбий Ильясович ушёл 20-летним юношей. Его определили на службу в 30-й казачий кавалерийский полк. Высокий, подтянутый горец с природной выправкой умелого наездника оказался на своём месте. С детства черкесов приучают, как вести себя с конём. Поэтому Шахамбию Микитову совсем несложно было освоиться и сразу же отличиться в боях. За отвагу и военные подвиги разведчик гвардии сержант Шахамбий Ильясович был удостоен медалями за взятие Берлина, за оборону Москвы, за освобождение Варшавы, за отвагу, за победу над Германией. Освободил Москву, гнал фашистов, взял Берлин. Есть песня «Ходят-ходят по Берлину наши казаки». Шахамбий служил в гвардейском кавалерийском полку казачьем. Как раз эта песня о нём, и как раз он и там по Берлину ездил на коне. Он выдающийся человек, потому что он символ этой победы. Многим выступавшим повезло знать героев лицо в его послевоенной повседневной жизни. Шахамбий Микитов был мальчишком, примером для подражания. Его приглашали в школу на уроки мужества, где он рассказывал детям о войне и солдатах победы. Здесь очень много из нашего рода. Он носит фамилии Микитовых, а его вторая половина была нашей сестрой, Фицца Эхьяевна. Мы гордимся нашим дятям. Я его помню с самого детства, когда ещё мы росли, отца рядом не было. Он каждую осень привозил нам на своей телеге дрова. Таким человеком чистым, глубоко порядочным остался в моей памяти, не было дня, проходя по улице Ленина, чтобы он не зашёл к нам в двор, не проведал моих родителей. Этот памятник олицетворения мужества, героизма, силы духа, проявленный в тяжелейшие военные годы не только моим отцом, но и нашими земляками, нашими аульчанами, родственниками, десятками миллионов соотечественников, перед которыми мы, послевоенное поколение, преклоняемся и благодарим за подаренную жизнь их. В конце официальной части родственники Шахамбия Микитова и жители аула возложили венки и цветы к памятному бюсту солдата Великой Отечественной войны. Фатима Даурова, Мусали Шаков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. На этой неделе в Доме правительства прошла коллегия Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии, на которой подвели итоги государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году. Заслушали итоги организации летнего отдыха и оздоровления детей и другие вопросы. Мурат Женкёзов подробнее. Открывая встречу, министр образования и науки Республики Инна Кравченко представила педагогам нового заместителя председателя правительства Дмитрия Бугаёва, курирующего в том числе сферу образования. Дмитрий Юрьевич человек не новый в системе образования. Все тонкости работы системы образования и науки Карачаева-Черкесской республики знает, владеет, проблемными местами интересуется. Очень надеемся и верим в то, что совместно мы будем достигать определенных целей и задач с вашей помощью, уважаемые коллеги, в том числе. И делать все для того, чтобы качество знаний, качество образования в нашем регионе становилось лучше и лучше. Заседание коллеги началось с приятной процедуры награждения федеральными грамотами и нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Министерства просвещения Российской Федерации», а также «Почетными грамотами правительства Карачаева-Черкесии». На повестку дня был вынесен вопрос подведения итогов государственной итоговой аттестации по программам основного, общего и среднего образования. В 2021 году при проведении государственной итоговой аттестации в 11 классах впервые была использована технология получения экзаменационного материала по сети интернет и сканирования в аудиториях пунктов проведения экзамена. Все пункты были технически оснащены для применения новых технологий. Также в этом году впервые экзамен по информатике и КТ проходил в компьютерной форме. Для сдачи итоговой аттестации учащимися 11 классов в республике было организовано 22 пункта сдачи экзаменов, 210 аудиторий, в том числе 7 пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями. И количество таких детей по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в два раза. Поэтому на коллегии было предложено организовать совместную работу с Министерством здравоохранения по созданию для этой категории выпускников специальных условий. Перед муниципальными органами управления образования стоит задача по взаимодействию с учреждениями здравоохранения и ПМПК в части обоснованности и объективности создания особых условий этой категории участников на экзаменах. На коллегии отметили, что сравнивая результаты ЕГЭ 2021 года по всем учебным предметам с результатами прошлых лет наблюдается положительная динамика по увеличению среднего балла по семи предметам из одиннадцати. На коллегии обсудили и вопросы организации летнего отдыха и здоровления детей. Также были заслушаны доклады руководителей подведомственных организаций об итогах работы. Проблема бесконтрольного выпаса скота, которая в последнее время все чаще становится причиной дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями, обсудили в поселке Мичуринске Прикубанского района. На совместном круглом столе полицейские и фермеры рассмотрели наиболее эффективные меры и механизмы воздействия на нерадивых хозяев парнокопытных. Ахмад Халкевич подробнее. Проблема бесконтрольного выпаса скота в нашем регионе, к сожалению, была и остается актуальной. На встречу с представителями ОГИБДД районного отдела внутренних дел по Прикубанскому району пришли владельцы наиболее крупных фермерских хозяйств. На повестке один, но крайне важный вопрос. Как образумить фермеров и владельцев сельскохозяйственных животных, которые не понимают, что их беспечность кому-то может обойтись больно дорого? Местом проведения встречи в данном формате Мичуринский выбран не случайно. Буквально пару недель назад на въезде в этот населенный пункт со стороны Пятигорска. Из-за вопиющей безответственности хозяина одной лошади трагически оборвалась человеческая жизнь. Пассажирка автомашины Мазда, 65-летняя жительница поселка Октябрьский, погибла на месте до приезда кареты скорой помощи. Водитель данного транспортного средства с различными травмами был доставлен в Кочеркебу города Черкеска, где сразу же был помещен в оперблок и ему была сделана сразу же экстренная операция. Он находится в стабильном состоянии, но также серьезно пострадал. Мы не можем говорить, что по вине лошади было совершено дорого-то происшествие, оно было совершено по вине собственника данной лошади. Собственнику данной лошади грозит крупный штраф, в том числе и, возможно, уголовное преследование по данному факту. Участники совещания выработали механизмы по воздействию на безответственных владельцев сельскохозяйственного скота. Теперь инспекторы на патрулях при выявлении бесконтрольно-посущего со скота вблизи автомобильных дорог будут фиксировать данное правонарушение, после чего делом займутся оперуполномоченные. Также принято решение всех фермеров в данном поселении ознакомить с действующими нормами законодательства и под роспись обязать их соблюдать. Сотрудники ГИБДД призывают проявить ответственность, что, в свою очередь, убережат всех от непоправимого. Статистика неутешительна. За текущий год на территории одного прикубанского района было допущено в 15 дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольного скота. Один человек погиб, двое пострадали. Ахмар Халкищев, Ислам Урумов, Вестикарчаево-Черкесия, Прикубанский район. И на территории УЗЖГУТИНСКОГО района состоялись профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Какие были правонарушения выявлены, узнавала наша съемочная группа. Подробнее Альбина Курочинова-Кеджева. За 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 284 ДТП, в которых погибло 38 человек и получили ранения различной степени тяжести 386 человек. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами являются выезд на встречную полосу движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение скоростного режима, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Были выявлены нарушения, такие как установка регистрации, подложных регистрационных знаков, управление транспортным средством лицом, лишенным управления транспортным средством, также управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством, ну и другие правонарушения. Была остановлена машина сотрудниками отдельного специализированного схода МВД ПКЧР, которая находилась в федеральном розыске. Водитель доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств. Время и порядок проведения рейдов устанавливается руководством МВД. При себе у инспектора документ, подтверждающий право проведения рейдов. Любая остановка автомобиля должна быть обоснованной. Поэтому инспектор обязан сообщить, что проводится массовая проверка на водителей и транспортных средств. Нужны ли такие рейды? Нужны. Для населения нужны. Для меня не надо, я все знаю. Для меня я все знаю. Я вам показал? Никогда не нарушали? Ну как? Так не бывает, чтобы человек не спотыкался. Нарушал, нарушал. Я не буду говорить. Молодежи какие-то советы дадите? Ну, дай бог здоровья им. Пусть себя берегут и аккуратно ездят. И не болеют. Сотрудники управления ГИБДД просят автовладельцев быть ответственными, быть взаимовежливыми на дороге и соблюдать скоростной режим. Рейды будут проводиться с очень частой периодичностью. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Уст-Джигутинский район. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальные образования. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.